Вот и все новости к этому часу. Впереди детали дня с Геннадием Левицким. Геннадий, вам слова. Спасибо, Егор. Егор, кстати говоря, у вас есть страница в соцсетях? Да, имеется. А вам она больше, Егор, мешает или все же помогает? Ну, скорее всего, больше помогает, чем мешает, да. Это радует, благодарю вас и хорошего вам вечера. В декабре Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения представил данные исследований о молодежи, которые назвал поколением селфи. Одной из важнейших проблем участники опроса назвали зависимость молодых людей от социальных сетей. Что соцсети дают и что отнимают? Об этом сегодня детали дня. Итак, 75% опрошенных считают важнейшей проблемой молодежи негативное влияние на них социальных сетей. 75%. Эта цифра, внимание, опережает такие проблемы молодежи, как наркомания, алкоголизм, конфликты с родителями и ровесниками. Кстати, 69% молодежи в возрасте от 18 до 34 лет признают, сами признают, что на них негативно влияют соцсети и интернет. Моя коллега Виктория Палкина погрузилась в социальные сети. Эта зимой сеть ВКонтакте стала настоящей палочкой-выручалочка для школьников КОМИ. Самую оперативную информацию об актированных днях узнавали именно в этой сети. Здесь есть десятки полезных групп, говорят эксперты. В доступной форме, а главное, быстро можно найти любые факты. Это самый оперативный донос нужной информации для пользователей, для людей с ограниченными возможностями. Это очень актуально в последнее время. То есть они себя чувствуют, так скажем, необделенными, и они видят всю информацию и общаются через социальные сети. И мы, как школа, которая ведет адаптивную физическую культуру, мы считаем, что это довольно-таки хорошее направление, которое уравнивает условия общения между людьми. Зачастую в социальных сетях разворачиваются большие акции по сбору денег для тяжелобольных людей. Своих хозяев с помощью таких страниц находят и бездомные животные. В начале декабря во время пожара в Сыктывкаре погибли четыре человека. В ВКонтакте развернулась кампания по поиску новых хозяев для оставшихся без присмотра двух собак, стороживших деревяшку. Более 20 тысяч просмотров собрало это видео в социальные сети. Сан Саныча забирают в Пашгу. В воскресенье мы его отвозим. С людьми уже созвонились. Они как раз до воскресенья приготовят ему место. А вот Фаина, ее судьба под вопросом, потому что отпускать ее нельзя. Она будет кусать людей. В конце концов ее или пристрелят, или отравят. Но что-то плохое все равно случится. Отпускать нельзя, оставлять здесь тоже. Дом будет сноситься. Поэтому нужно ее пристраивать. Впрочем, именно такая популярность социальных сетей играет на руку мошенникам. Они в последнее время чувствуют себя на популярных страницах, как рыбы в воде. Им переводят деньги, раскрывают свои тайны, а потом платят за молчание. Так на удочку аферистов попался 30-летний сыктывкарец. На связь с молодым человеком вышла очаровательная девушка. Через пару дней общения она предложила встретиться. Без доли сомнения парень отправил ей интимные фото. Вскоре молодой человек получил от собеседницы ошеломляющее сообщение. Следующим сообщением от данной девушки он получил требование о передаче ей 8 тысяч рублей с угрозой того, что данные фотографии будут разосланы в сети ВКонтакте, его знакомым, с указанием того, что он является педофилом, переписывается с несовершеннолетними, ну, соответственно, с указанием его данных, его фотографий, интим-фотографий, которые были высланы девушке. Но, судя по всему, из таких историй пользователь социальных сетей выводы не делают. И продолжают удивлять своих френдов личной информацией, вплоть до номера сотового телефона. Как говорят эксперты, это один из первых признаков того, что человек начинает терять границу между миром реальным и виртуальным. Дмитрий Анатольевич, вот перед вами белый лист. Разделим его пополам, предположим. Сюда, как обычно, плюсы, а здесь минусы, ну, чтобы баланс, как говорится. Вот что в плюсах соцсетей вы бы занесли в плюсы, а что бы, например, в минусы? Плюсы, удобство, мобильность. Мобильность. В минусы можно отнести неограниченную свободу, соответственно. Неограниченная свобода минусы? Минус, в данном случае, если говорим в таком ключе. Что еще в плюсах? Все. Плюсы это информативность, это получение информации, плюсы это контакт с коллегами, с друзьями быстрые. То есть плюсов достаточно много. Перевешивает? Как, наверное, все в этом мире. И плюсов здесь много, минусов тоже много. В общем-то, хорошее и плохое. А мне иногда кажется, что плюсы могут превращаться в минусы. Могут. Контактов много, потом слишком много становится. Абсолютно. А представим себе, Дмитрий Анатольевич, что вы должны вот сейчас на каком-то форуме, да, и вы должны сейчас прорекламировать соцсеть как помощника за очень короткий период. Итак, это ваш помощник. Социальный инструмент, социальные сети это инструмент. Он позволяет облегчить повседневную жизнь, он позволяет получать информацию оперативную. Он удобен. Вот это вот достаточно ли рекламировать? Достаточно, я думаю, для соцсетей. А скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, я знаю, что вы в соцсетях уже лет 15. Вот практически у основания стояли. Вы очень активны, пользователь соцсетей лично. Вот скажите, пожалуйста, на какой-то момент наступает период, когда вот уже вот совсем уже тяжело, то есть так нельзя, так это слишком много? Действительно, 15 лет это долгий срок, и современные социальные сети, они значительно упрощают жизнь, но бывает, что в социальной сети содержится столько информации, столько сообщений, обращений, что просто выключаешь компьютер, интернет. Действительно бывает. А вы в соцсетях во всех имеющихся? Ну вот, перечисляйте. Основные все. Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, если можно сказать, что это соцсеть, да? Практически везде. Практически везде. А зачем так много, Дмитрий Анатольевич? Как я уже сказал... Достаточно одной какой-то наиболее раскрученной. Может быть, но если возьмем ВКонтакте, это молодежная все-таки большая среда. Если взять LinkedIn, это все-таки профессиональная среда. Facebook, это средство для общения, может быть, с единомышленниками. У вас там разные друзья? Друзья, в принципе, наверное, основной костяк одинаков. Но все-таки социальная сеть, каждая из них, она предназначена для какой-то своей цели. Ну, лично у меня. Вот человек, у которого нет аккаунта в соцсетях, я читал такое выражение, сначала вызывает удивление, а потом жалость и, в конце концов, зависть. Вы согласны с этим утверждением? Вот наступает момент, когда, господи, как хорошо, что тебя и не заводи. Вы знаете, здесь очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я считаю, что такого человека, если и нет, очень надо постараться его поискать. Потому что, так или иначе, все равно, либо жизнь его заставит, либо он сам посчитает целесообразным завести тот или иной аккаунт. Ну, в свободное от работы время, ладно. Но ведь люди в соцсетях сидят во время рабочего дня. Есть проблема. Ведь это проблема серьезная, на мой взгляд. И я знаю, что работодатели, многие, запрещают категорически своим работникам это делать. Вы согласны с этой позицией? Вы директор педагогического колледжа. Как вы здесь? Все зависит от специфики работы. Если брать наш колледж, то у нас наши классные руководители, они зачастую в соцсетях ищут пропавших студентов. Поэтому в контакте с социальной сетей она полезна. Если же работа не предусматривает деятельность в социальных сетях у конкретного сотрудника, то, наверное, стоит запрещать. Потому что, действительно, можно потерять время на этом и потерять деньги. А вам говорят ваши сотрудники аргументы, что соцсети помогают мне в работе? Говорят. И вы склонны больше верить или не доверять? Иду на встречу. Потому что наш контингент от студентов, они в социальных сетях. Поэтому, если теряется студент где-то за пределами колледжа, то классный руководитель может попытаться найти его через соцсети. Также наши педагоги, они используют социальные сети для обмена с информацией, методиками. Тоже как электронная почта, это достаточно удобная вещь. Это совершенно нормально вы считаете, правильно? То есть, другое дело, что, например, если врач во время осмотра больного в соцсети, значит, они осматривают больного и так далее. Но многие руководители считают свою страницу в соцсети очень эффективным подспорьем. У вас ведь тоже есть? Да, есть, конечно. И вы считаете ее подспорьем? Считаю. На наш взгляд, так же считает и Игорь Валерьевич Гурьев, мэр Воркуты. Он очень активный пользователь соцсети. Он на прямой связи сейчас со студией по телефону. Игорь Валерьевич, добрый вечер. Да, добрый вечер. Уважаемый Игорь Валерьевич, вот многие начальники не заводят страницу, понимая, какой вал обращений будет. У вас, мы сегодня заглянули в вашу группу ВКонтакте, у вас сотни комментариев. А справляетесь с ответами? Или кто-то помогает, честно? Ну, когда год назад, почти год прошел, когда завел аккаунт, наверное, не подразумевал, что был такой вал обращений, комментариев. Честно говоря, на все комментарии невозможно ответить, те, которые действительно актуальны. Ну и последние несколько месяцев все-таки тяжело, но фактически заставил руководителей и представителей управления отслеживать страницу и по возможности или мне непосредственно давать оперативную информацию. Или уже отвечать на ряд комментариев прямо на странице. Вы не ответили, вам помогает кто-то? Вот некоторые руководители стесняются сказать, что да, у меня есть помощники. Вот я лично смотрю, вы не беспокойтесь, я лично заглядываю. Вы как? Нет, я совершенно вечером спокойно отвечаю сам на все вопросы. Бывают специфические, которые действительно есть необходимость обратиться к специалисту. Но 99% самостоятельно отвечают. Где больше сообщений? Личных или все-таки на страницу непосредственно? Я думаю, что одинаково. Что там, что там. А что вы получили, заведя собственную страницу и сделав ее вот такой активной? Что вы приобрели? Я приобрел диалог. Диалог с наркотинцами, которые на сегодня, я так понимаю, все-таки поверили, что диалог... Ну так и иначе, я представил власти, с властью можно общаться, общаться оперативно и получить какой-то ответ, если не полный, то хотя бы какие-то разъяснения по своему вопросу. А вот если бы я сейчас был на месте воркутинца, который сейчас проживает в Воркуте, я бы сказал, для меня важна страница мэра для того, чтобы порешать какие-то проблемы. Получается это дело с помощью соцсетей или просто получаете информацию, ну и обдумываете, как ее решить? Или получается иногда решить ее оперативно? Я как раз и говорю, что, как правило, 90% это идут проблемы населения. У кого-то течет, не горит свет, не убирается подъезд, дорога. Поэтому оперативно информацию передаем, и управляющая компания отрабатывает, и наши подразделения. То есть здесь намного идет оперативно. Конечно, я понимаю, бывают вопросы, которые невозможно решить, даже официально ответить. Игорь Валерьевич, все же в рабочий день мэра насыщен. Вы когда заглядываете на эту страницу? Я стараюсь после рабочего времени. Днем может раза два, потому что бывает информация такая, что что-то вдруг произошло, течет или порыв. В конкретном подъезде. И я просто на это могу отреагировать оперативно. А перепиской, конечно, заниматься в рабочем времени невозможно. В июне этого года муниципальные служащие должны, уже пришло изменение в закон, должны предоставлять информацию о своих страницах в соцсетях. Ваше отношение к этому нововведению? Вы считаете, что да, действительно нужно обязательно эту информацию предоставлять? Или это все-таки, так скажем, личная территория служащего? Не знаю, я как-то не озадачился какой-то этой проблемой. Для меня это не проблема. Ваши служащие откликнулись на ваше предложение завести страницу? Ну, говорю, те, кто помоложе, в принципе, они давно уже в страницах находятся. Сотрудники поставшие, тяжело, но тоже стали заходить и анализировать, отслеживать. Игорь Валерьевич, я вам желаю успехов, и пускай как можно больше проблем будет решено с помощью вашей страницы. Вас и всех воркутинцев с наступающим Новым Годом. Скажите, пожалуйста, Митлер Иванович, а вы сами как? За ограничение служащих в пользовании соцсетей или разрешение? Вы до недавнего времени были заместителем министра образования республики, активным участником соцсетей. Я думаю, что запрещать совсем не нужно, потому что социальные сети – это источник получения информации. И информация иногда, действительно, согласен с коллегой, тоже работал в ведомстве, и иногда оперативно полученная информация, она предполагает быстрое решение вопроса. С другой стороны, если будут приняты федеральные требования, потому что тут есть вопросы безопасности, вопросы другие, соответственно, тут придется подчиниться. Хотя, наверное, у каждого государственного есть личный аккаунт, который не запрещает ему использовать таких своих личных целей. Но при этом помните о том, что он является государственным служащим и обладает некой информацией, которая не может быть публичной? Конечно, соблюдать этикетку служащего, в том числе и в соцсетях. Как вы относитесь к тому, что иногда информация появляется раньше в соцсетях, чем в официальных документах? Закончились какие-то официальные переговоры, и вот фотография закончилась успешно, пообщались с президентом такой-то страны. Ну, наверное, это нормально, потому что есть действительно вопросы протокола, которые требуют определенного регламента. А если в соцсети выложить оперативную информацию, фотография, тем более, если сам кто выкладывает, принимает об этом решение, почему бы и нет? То есть это нормально совершенно? Может быть, это связано с тем, что, ну, в общем-то, соцсети популярны? В том числе. И не все там посмотрят на телевизор, а вот в соцсети, значит, сразу можно? В том числе. А вы у себя в училище используете соцсеть для того, чтобы довести какую-то срочную информацию для своих учащихся? Я уже сказал, что у нас классный руководитель использует действительно группы в социальных сетях для этих целей. Конечно же, это не является основным инструментом, тем не менее, все-таки используется соцсеть для того, чтобы довести информацию. Здорово. Соцсети в научной деятельности – это помеха или помощник? Давайте пообщаемся по этому поводу с заведующим кафедрой информационной безопасности Светыбкарского университета Леонидом Носовым. Он сейчас на прямой видеосвязи с нами. Леонид Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад видеть и слышать Дмитрия Анатольевича. Давно с ним знаком. Ну вот и будет повод. А в соцсетях-то общаетесь с Дмитрием Анатольевичем? Активно общаемся в соцсетях. Еще со времен, когда он был деканом. Отлично. Скажите, пожалуйста, Леонид Сергеевич, общение в соцсетях не отвлекает ваших молодых ученых от серьезных исследований? Моих молодых ученых от серьезных исследований не отвлекает. Оно отвлекает тех, кто не приходит на занятия в университет. Нет, ну, предположим, у вас серьезная задача, у вас там лабораторные занятия, да? А в это время, значит, там переписка идет какая-то личная. Я поясню, у нас в университете пользование соцсетями во время учебы запрещено. И я не допускаю на лабораторные занятия, чтобы они в соцсетях сидели. Понятно, потому что вот негативно влияет. Понятно. А в чем вы видите, я понимаю, а в чем вы видите, Леонид Сергеевич, негативное воздействие соцсетей как специалист по эти технологиям? В соцсети, они, понимаете, куча информации сразу идет перед глазами. Студенты, как правило, не вчитываются информацию, просто пролистывают, пролистывают, переписываются. И в итоге, вплоть до того, что, как вы уже озвучили, болезнь селфи. Когда студент в течение трех часов 30 раз поменял аватарку у себя на странице. Вместо того, чтобы прийти на занятия просто и послушать лекции. Скажите, пожалуйста, вы анализировали соцсети, Леонид Сергеевич, сколько там информации, ну, фейковой информации, которая не соответствует действительности. Сейчас, кстати говоря, активно используются в информационных войнах. Вы учите студентов отделять зерна от плевел? Совершенно верно. Мы рассматриваем эти вопросы, показываем, что соцсети активно используются в том числе и террористическими, и экстремистскими организациями. И вот, на мой взгляд, там достоверной информации процентов 50. Все остальное – это просто мусор. Которым засоряется в том числе и головы будущих ученых. Да, совершенно верно. Но, тем не менее, есть очень много, все современные вузы, научные организации, IT-компании, они имеют собственную страничку ВКонтакте, Фейсбуке. И очень много сразу иногда актуальной информации быстрее выдернуть можно оттуда. Понятно. Я у себя на страничке делаю репосты, вот эти вот сообщения об Эльбрусе, о Байкале и прочее. Это все красиво. Коротко, если можно, Леонид Сергеевич, ваш совет тем людям, кто уже трудно, с трудом охотится без пользования соцсетями? Найти другое занятие, более интересное. Потому что, на самом деле, требуется все равно замещение информации, вернуться, попробовать почитать книги. Очень хорошо книги затягивают, они заставляют думать. В отличие от соцсети, которой информация пролетает и в итоге не успевает даже задуматься. Книга позволяет остановиться и задуматься. Накануне Нового года, Олег Сергеевич, вспомним замечательные слова. Книга – лучший подарок. Наверное, так. Спасибо за участие в нашей программе. Вы совершенно правильно тут разложили нам все по полочкам. Спасибо большое. Вот, действительно, разучились общаться, согласны? Согласна. И все же, среди молодежи немало тех, кто выбирает живое общение. Вот, председатель правкома студентов СГУ, программист по образованию Илья Перваков, конечно, использует социальные сети в работе. Но общаться с теми же студентами по их проблемам, о которых они пишут правком, предпочитает все-таки тет-а-тет. Всегда приглашает их на встречу. Кроме того, после работы он и его друзья обходятся без гаджетов. Да, на самом деле, очень просто. Очень много времени проводишь за компьютером. И куда уже лезть в смартфоны? Лучше встретиться и пообщаться в ЖГУ. Каждый вечер почти мы собираемся в кругу. Конечно же, из нашей компании девушки, когда мы собираемся, они все равно позволяют себе достать смартфон, но мы сразу же их вырываем из рук, кладем на стол и говорим, нет, сегодня мы без смартфонов сидим. Ну, общаемся в ЖГУ. Вы знаете, я иногда, мне кажется, что понимаю, когда молодой человек или девушка немного сидят в соцсетях, вот речь нормальная, вот как не разучиться общаться? Ведь скоро мы разучимся и писать. По клавиатуре ведь бьем, а вот ручкой не пользуемся. Ну, есть такая проблема. Но здесь вот согласен с правкомом, потому что надо какие-то все-таки отвлекающие мероприятия, читать, общаться. И здесь иногда, может быть, требуются какие-то законодательные меры, в том числе по отношению к самому себе. Но с другой стороны, Дмитрий Анатольевич, я понимаю, запретительные, но, Дмитрий Анатольевич, с другой стороны, ведь мы знаем, есть люди, для которых одинокие люди живут, одни, замкнутые просто по жизни люди, и для них соцсеть. Это ведь выход. Вы согласны с этим? Конечно. Вот как здесь быть, чтобы помочь, может быть, этим людям, и как вот участникам этих соцсетей помогать и общаться с этими людьми, как вы считаете? Ну, пожалуй, наверное, есть такие граждане, есть такие люди, которым действительно это окно для общения, окно для получения информации. И как раз соцсеть в этом случае выступает помощником у них для того, чтобы обратиться за помощью, для того, чтобы пообщаться и не потеряться в этом мире. А вы следите за группами в соцсетях ваших студентов? Слежу. Только часть этих закрыта, и стучаться в закрытые двери сложно, но иногда открывают. И тем не менее, оно помогает вам для того, чтобы, в том числе, и помочь? Понять? Может быть, даже не обязательно в группы заходить, потому что по контенту, который размещает студент, уже понимаешь, что происходит. Потому что у нас был недавно случай, когда у нас были подозрения, что один студент, возможно, попал в не очень хорошие сети, причем не социальные, за пределами интернета. И по тому, что он содержал, и потому что выкладывал, нам удалось определить, что это, и с ним поработать уже вне соцсетей. Мы знаем, что многие ребята, которые учатся в училище, и они приезжие у вас, да, и живут в общежитиях, и момент одиночества, семья далеко, и мог кто-то воспользоваться этим настроением для каких-то целей. Вы учитываете этот момент? И были ли прецеденты, когда вы спасали детей в ситуации, когда дом далеко, а помочь некому родителям? Ну, на самом деле, я бы не стал преувеличивать большой риск именно от соцсетей, когда они приезжают дети к нам в общежитие. У нас другие риски. Наши общежития находятся в центре города, это всякие разные нехорошие элементы, которые приходят, что-то предлагают. Соцсети в этом ряду, я не считаю, что первый приоритет. Но, тем не менее, социальные сети, ну, даже, может быть, не они, все-таки приезжают к нам из глубинки, из деревень. И, прежде всего, живое общение по телефону, простому, обычному, мобильному с родителями. И это правильно. Соцсети потом уже приходят. И соцсети, как правило, уже появляются, когда он адаптируется к студенческой жизни, и когда он получает своих друзей, товарищей именно здесь, в Сыктывкаре. Социальные сети, говорят, чем-то напоминают древний Египет. Все пишут на стенах и поклоняются кошкам. Вот смешно, конечно, если не считать, что такие поклонения и постоянное желание увидеть ленту новостей и долгожданное сообщение сказываются на здоровье. Пока нет медицинского термина, который бы обозначал зависимость от социальных сетей. Нет термина, нет диагноза, но, по словам психотерапевтов, он им уже ой как нужен. С медицинской точки зрения зависимость от интернета так же опасна, как от алкоголя и наркотиков. Вот только выявить ее гораздо сложнее. Сам человек уж точно не придет и не признается в том, что жить не может без виртуального общения. Есть данные, что в среднем школьники, например, зависают в этих сетях по три часа в день. А учеба, а сон, а еда, и все, у них больше на реальное общение не остается. И вот, значит, реальное общение меньше, реальных навыков общения меньше, а киберобщение больше. Вот это опасность. Они как бы не развиваются как нужно. Ну, так как это общение является гипокинетическим, там движений же нет никаких, то тело не развивается тоже. Вот, значит, вот такие проблемы могут быть. Так как это общение заменяет основное, при выходе в реальную жизнь человек получает очень большой стресс. Это действительно серьезная ситуация. Это вот граница между виртуальным миром и реальным миром. Вы встречали в своей практике, вот ваша ассоциация, я смотрел устав вашей организации, там столько возможностей, столько задач. А вот эта задача, работа с теми ребятами, кто погрузился настолько в социальные сети, что уже потерял границу. Ну, у нас все-таки ассоциация немножко для других целей, и, конечно, целью общаться именно по этим поводам у нас не стояла, но каждый из нас все равно смотрит, наблюдает, видит. И для того, чтобы помогать в таких случаях, наверное, все-таки здесь больше не те ассоциации нужны, а именно те, кто рядом с этим человеком. Либо это родители, либо это друзья, потому что действительно соцсети не затягивают. Это как, ну, не хочу сказать, что это наркотик, но тем не менее, возможность получить яркие картинки, и заменяя ими повседневность, конечно, она многих влечет и увлекает. Причем не только наших детей, молодежь, увлекает и взрослых людей. Сколько вы сидите сами у компьютера, Дмитрий Анатольевич? Вас сейчас смотрят студенты ваши. И как вы восстанавливаетесь после этого? Или восстановление не требуется? Глаза протер и там. Ну, на самом деле, опыт уже лет 20 или 25. Я бывший айтишник, программист, поэтому мне это не страшно. Но на самом деле студенты часто мне пишут тоже. И бывают такие случаи, когда они пишут в ВКонтакте, что вот у нас в корпусе холодно, а вот у нас там-то пыльно и так далее. Поэтому, конечно, в течение рабочего дня у меня много других забот, чем сидеть в соцсетях. Но тем не менее, утром очень рано и вечером очень поздно я просматриваю, всем отвечаю. Вот как. Еще одна сторона медали, уважаемые телезрители, использование социальных сетей в преступных целях. Об этом поговорим после рекламы. Это детали дня. Мы говорим сегодня о социальных сетях. Итак, в соцсетях активно пользуются разного рода мошенники, педофилы, интернет-попрошайки. И главная проблема – анонимность. Вот комментарии представителя МВД. Общаясь в социальных сетях, в первую очередь надо думать о том, что вы не знаете, с кем вы общаетесь. Что личность, как бы она ни была расписана, там число месяц, год рождения, даже какой-то контактный телефон может в профиле содержаться. Это ни о чем не говорит. То есть думать надо именно об этом, что вы не знаете, с кем вы общаетесь. И лично увидевся с человеком, когда он сообщает, что у меня личная страница, например, такая-то, да, вы тогда можете узнать, что это именно его страница, и вы с кем общаетесь. А в любом случае при общении в социальных сетях необходимо исходить из того, что вы общаетесь с инкогнито, и это может быть кто угодно. Дмитрий Анатольевич, вот что-то после этого комментария уменьшается у меня список плюсов в социальных сетях. Вот как избежать общения с преступником? Вы как избегаете? Согласен, что в данном случае это, наверное, минус, потому что доверчивость тех, кто в соцсетях, тут ее никак не проконтролируешь. То есть могут написать кто угодно, как угодно, и, соответственно, если человек слаб психологически, то подцепить его на какой-то крючок. Но у меня такие проблемы не бывают, потому что все-таки, я как уже сказал, это для меня инструмент. С другой стороны, наверное, все-таки соцсеть, интернет-сайт, выйти на улицу, все равно риски одинаковые, потому что все эти проблемы, они встречаются за пределами соцсетей. Другой вопрос, что гораздо шире спектр приложений, усилий злоумышленников. Но здесь нужно как-то смотреть и, наверное, все-таки, если говорить о детях-подростках, следить родителям, чем они занимаются в соцсетях. Вы имеете в виду доступ родителей к странице своего ребенка? Может быть, не доступ, а разговоры. По крайней мере, вот у меня сыну 14 лет, и мы, по крайней мере, разговариваем. Действительно, он там в интернете тоже что-то делает периодически, но не активно, сильно, ежедневно стоя вот так вот над душой, все равно я объясняю, что он там делает. И, в принципе, в разговоре он говорит. Дмитрий Анатольевич, вам не кажется, что в слове популярность кроется, в слове, извините, в слове анонимность, кроется и популярность соцсетей, и основные проблемы? Анонимность. В общем-то, все, что нужно в социальных сетях, можно узнать, увидеть, потому что все отражается, когда человек заходит в соцсеть, в принципе, можно получить эту информацию. С точки зрения людей, которые пытаются таким образом, может быть, самоотвредиться, может быть, показать себя действительно с лучшей стороны, соцсеть это средство. Здесь очень важно все-таки, наверное, чтобы каждый человек сам регулировал свое присутствие в интернете, в соцсетях, и сам понимал, что он размещает, как размещает и зачем размещает. Ну, должен сказать, что соцсети это десятки миллионов людей. Это огромная армия, это, в принципе, армия, которая включает в себя десятки миллионов потенциальных покупателей. Это значит, что там создаются группы различные, которые становятся инструментом для зарабатывания денег. Например, создаются группы для совместных покупок. То есть, один человек находит информацию на бесплатном, на сайте, где цены на какие-то товары, собирает всю эту информацию в своей группе, собирает деньги со всех с небольшим своим прибытком, как говорится, и дальше уже зарабатывает деньги и рад, что так находится в соцсетях. Во всяком случае, при этом этот человек не платит налоги, этот человек не отвечает перед государством, перед другими людьми за качество и так далее. Я спрашиваю нашего режиссера, мы можем сейчас пообщаться с человеком, который согласился с нами поговорить? Да, есть, да, звоночек. Уважаемые друзья, мы договорились с девушкой, назовем ее Мария. Она как раз организатор таких совместных покупок, зарабатывает на этом деньги. Мы сможем сейчас поговорить? Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мария, скажите, пожалуйста, сколько у вас клиентов? Ну, на сегодняшний день порядка пяти тысяч. Пяти тысяч клиентов? Ну, подписчиков в группе, в ВКонтакте, а реальных клиентов из них, ну, процентов пятьдесят. Это люди, которые с определенной периодичностью участвуют в закупках. Понятно. А скажите, пожалуйста, Мария, а вы готовы зарегистрировать свою деятельность, чтобы не скрываться? Наверное, нет, потому что, сами понимаете, что не будет возможности продавать товар по такой цене, по которой продается на сегодняшний день. То есть мы делаем минимальную наценку, так называемый организационный сбор. Составляет он на сегодняшний день процентов 15-18, ну, кто сколько берет. Ну, это же ваша прибыль, Мария, ну, давайте честно, ну, правильно? Это, естественно, это наша прибыль. Ну, конечно, конечно. И если мы будем все это дело легализовать, то, соответственно, будут налоги, будут пенсионные сборы. Соответственно, сами понимаете, таких цен не будет, будут цены, как в магазине. Понятно. А Мария, скажите, пожалуйста, а люди понимают, что вы ведь не гарантируете ничего? Не гарантируете качество, время поставки, саму поставку, в принципе, не гарантируете? Нет, мы не являемся продавцами, мы являемся посредниками некими между оптовиком и, непосредственно, заказчиком-покупателем. Угу. Понятно. То есть поэтому и спрос не велик. А были ли у вас проблемы с законом, Мария? Проблем с законом нет. Стараемся, в принципе, их не нарушать. Понятно. Нет. Все спорные ситуации разрешаются. То есть вы считаете, Мария, что вы сейчас не нарушаете закон. Но я вам желаю, так скажем, свою деятельность на чем-то легализовать, если у вас хороший такой бизнес, успех. И не подводить, во всяком случае, тех людей, которые вам доверились. Спасибо, что доверились нашей программе. А, Дмитрий Анатольевич, пользовались подобными услугами? И ведь опасно, действительно, ведь могут предложить что угодно. Несмотря на то, что в интернете я давно, в соцсетях тоже, никогда в жизни не пользовался вот этими социальными сетями, этими группами. Потому что, наверное, не было необходимости. Хотя, с другой стороны, я послушал Марию. Действительно, каждый выживает как может, и каждый ищет там, где лучше и легче. Вот вы правильно сказали, что очень много рисков. Что покупаю, как покупаю. Потому что, где гарантия, что все-таки товар будет тот? Где гарантия, что товар будет именно в таком количестве, в котором нужно? Потому что, в подобных группах, вот у Марии все вроде как хорошо, но есть масса случаев, когда все очень плохо. Когда заказывается телефон, приходит кирпич и так далее. Поэтому, здесь очень рискованная ситуация, каждый должен определяться сам. Но, с другой стороны, здесь и в жизни за пределами соцсетей то же самое. Надо понимать, где как, что. Но, я так думаю, что те люди, которые обращаются к Марию, они могут напрямую выйти на эти сайты и заказать там уж, если до того пошло. Там есть интернет-магазины зарегистрированные, которые платят налоги и так далее, чтобы не рисковать, во всяком случае. Дмитрий Анатольевич, что соцсети дают, а что отнимают? Соцсети дают свободу. Отнимают, соответственно, время. Соцсети дают возможность самовыражаться. Отнимают, соответственно, какую-то индивидуальность. Может быть, либо повышают ее, но не в том ключе, которым нужно. Соцсети все-таки, как и все в этом мире, не имеют, наверное, четкого определения, хорошо ли это или плохо. Но, тем не менее, все-таки с прогрессом бороться бесполезно. Поэтому соцсети есть, и их надо использовать. Дмитрий Анатольевич, я заметил, что в середине программы вы все-таки не выдержали. И телефончик-то свой достали на стол. Для чего? Ну, наверное, я не вижу. Поскольку у меня много аккаунтов и очень много подписчиков, не меньше, чем у Марии. Поэтому, может быть, мы с вами сфотографируемся. А давайте лучше вы меня, да и все, так скажем, да? Ну, вот видите как, у нас прямо в эфире фотографируют и выкладывают в сеть. Как без этого, Дмитрий Анатольевич? Я вам желаю всяческих успехов. Спасибо вам за участие в программе. Мы говорили о социальных сетях, которые, если пользоваться ими в меру, и полезны, и нужны, и жить помогает. Только заменять жизнь социальной сетью не стоит. Жить надо так, чтобы на социальной сети времени не хватало. А я прощаюсь с вами под вспышки телефона Дмитрия Анатольевича Беляева, гостя нашей сегодняшней студии. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»